Привет! В этом видео вы узнаете из чего состоит модельный гардероб и что обязательно нужно взять с собой в поездку. Модельный гардероб должен быть стильный и функциональный, то есть максимально красиво подчеркивать достоинства вашей фигуры и в то же время быть интересным фотографом стрит-стайла. Начнем с белья. Это все нам не нужно. В гардеробе каждой модели должны быть бесшовные бежевые стринги или вот такие, более тонкие, которые можно одеть, например, под купальник. Снепы это видительная карточка любой модели и для того, чтобы они были идеальными важно не только то, как вы выглядите, но и то, во что вы одеты. Поэтому в вашем гардеробе должен быть обязательно простой черный комплект белья. Вот такой простой черный лифчик без кружев и такие же простые трусики. Обратите внимание на то, что они не покроены шортиками. Шортики зрительно укорачивают длину ноги. Это классическая форма. Обязательно возьмите с собой купальник. Он тоже должен быть черным и простым. Азиаты также требуют для бьюти-кастингов в топы без лямов базовых цветов. Джинсы это элемент гардероба, который наверняка есть у всех, причем не в единственном экземпляре. Все джинсы в вашем модельном чемодане должны быть с высокой талией. Джинсы с низкой талией зрительно укорачивают ноги и удлиняют тело. Они нам не нужны. В вашем гардеробе обязательно должны быть джинсы бойфренды. Сейчас очень модно всякие заплатки, порванные коленки. Поэтому, если у вас есть старые джинсы, самое время подарить им вторую жизнь. На кастинге лучше всего ходить в джинсах в облегающих, узких, с высокой талией. В вашем гардеробе их может быть несколько базовых цветов. Обязательно черные, болотного цвета. Ну и если вы кладете в свой чемодан белые джинсы, они сто процентов должны быть узкими. Правило про высокую талию касается и шорт. Джинсовые – это самый надежный и безопасный вариант. В вашем гардеробе обязательно должна быть черная и белая базовые футболки. Они должны быть не очень длинными, чтобы их можно было удобно заправить в брюки с высокой талией. Разнообразить гардероб можно футболками с принтами, а также футболками с необычными вырезами. Или вот такой розовый, например, с вырезами подмышками. Футболка «Майк». Еще один мастхэв модельного гардероба – это майка-борцовка или майка-алкоголичка. Их можно одеть под пиджак, тем самым, сделав классический лук более повседневным. Свитшоты могут быть самыми яркими и провокационными. На кастинге вы же все равно их снимете. А вот фотографы и пользователи инстаграм будут в восторге от ваших нестандартных решений. Кстати, его не обязательно упаковывать в чемодан. В самолете всегда холодно, поэтому это отличный лук для того, чтобы отправиться в нем в аэропорт. То же самое касается косух, джинсовых курток и бомберов. Летом они могут быть приталенные, зимой они могут быть более объемные, оверсайз или какие-нибудь нестандартные с деталями. Я бы посоветовала взять с собой две юбки, одну мини и одну средней длины, обе с высокой посадкой. Белая рубашка тоже мастхэв модельного гардероба. Ее можно использовать как и самостоятельно, так и в качестве накидки поверх майки и джинс. Также не помешает альтернативная версия, например, деним или вот такая в клетку. Платье-комбинация – это идеальный вечерний наряд для модели. Он занимает мало места в вашем чемодане, но при этом выглядит очень эффектно. А теперь поговорим про обувь. В чем же лучше всего ходить на кастинги и снимать снэпы? В вашем гардеробе должны быть одни, но идеальные лодочки – высокий тонкий каблук без платформы черного цвета. Также стоит с собой взять несколько модных каблуков, например, ботильоны или босоножки. Вам придется много ходить по городу, поэтому каждодневная обувь должна быть удобная и на плоском ходу. Не влезет. Не-а, не влезет. Ну что, иду за большим чемоданом? Угу. Ну что, понесли? Помните, вес вашего багажа не должен превышать 20 кг на локальные и 23 кг на межконтинентальные рейсы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»